Всем привет! Люксген У7 Турбо. В простонародье клюха. Надо поменять термостат. Термостат здесь в такой жопе, ребята. Он вот там вот. Он за мотором туда, вот там, вот там, вот там, вот там. Он глубоко, неудобно. Я уже снял впускной резонатор, да, с фильтром. Вот, вот, вот эта вот труба, она ведет как раз к термостату. Туда под коллектор выпускной. И вот там вот он находится. Давайте будем менять. Я-то думал, что он здесь вот спереди, как бы, и все будет легко и просто. Но нифига. Это выход на радиатор просто. И все. А термостат находится в жопе, мягко выражаясь. Снимаем защиту, пробуем посмотреть снизу. А следующим этапом надо будет слеть антифриз. Вот такая вот. Вот здесь вот вертумшечка есть, да, с ушками. Вот вы ее заворачиваете. Обливаетесь все антифризом. Потому что он не японец, где вот. Я думал, что вот здесь вот через вот эту штучку она будет сливаться. Нифига подобного. Сливается вот так вот нагло. Здесь, типа, есть пропил. Понимаете, да? Но не работает. Не потеряйте резиночку, которая здесь на этой штучке есть. Пригодится. Вот. Сливается. Все хорошо, как бы. И термостат. Вот вы его просто так нигде не увидите. Честное слово. Потому что, потому что, потому что, если посмотреть вот сюда, его можно только на ощупь найти. Вот он. Вот он, корпус Басата. Вот у него труба идет. Вот корпус. Он вот над вот этим вот краштейном, по которому стекает масло. Масло, похоже, у тебя это с датчика давления. А может быть и не с датчика давления. Непонятно, где-то там тоже что-то мокреет. Ну, вот он термостат. Вот его, как бы, видно. Надо открутить два болта всего лишь навсего. Но перед этим всем, вот эту трубку надо освободить. Она прикручена там к двигателю. Здесь на ней идет шланг. Да, вот он. Вот он, шланг. Вот хомутик большой. Это вот он. Вот ее вот надо освободить, чтобы она имела ход какой-то. И тогда можно будет вот там вот сзади, вот там вот, оттуда вот, снизу. Естественно, снизу, сверху ничего не получится. Открутить корпус теплостата. Сейчас будем пробовать. Так, что я здесь сделал? Снял патрубок, второй патрубок. Открутил, ну, и снял вот эту вот клюху, которая здесь стоит, вот, металлическая, для своего удобства. Потому что, ну, она мешается реально посередине здесь стоит, все загораживает. Два М6. Вон они в ней лежат прям, вот. Вот он, гранштейн, который держит нашу трубу. Вон там у него стоит болтик. Вот такой вот. На 12. Вот. Откручиваем его. Два потопка. Здесь разъем к липсу, которая держит косу, чтобы она имела движение какое-то. Сейчас у нас с вами труба делает вот так вот. Понимаете, да? То есть она сейчас у нас, в принципе, в свободном полете. По ходу дела ничего там ее больше не держит, кроме самого термостата. Лезем вниз, откручиваем два болта, скорее всего, 10 до 10 стопудово. Возьмем сейчас удлинители, там, километр-полтора. И вот откуда-нибудь издалека туда вот воткнемся в этот термостат и открутим его. Надеюсь, будет, в принципе, безгеморройно. Антифриз сбивался капец как долго. После того, как я еще открыл крышку, еще полилось. Антифриза много здесь. Так, здесь я снял вот эту вот фигню железную. Два болта на 14. Вам понадобится вот такая вот трещоточка. Электрическая головка на 14 и удлинитель. Перед этим надо обычной трещоткой с небольшим удлинителем сорвать их. Теперь мы с вами более-менее видим термостат адекватно. Вот он, 2 на 10. Откручиваем, надеюсь, ничего больше трубу эту не держит. Здесь, ну, реально, вот ни хрена, вот ничего вот нет. Плюс вот с той вот херни, вот, вон, стой, вон. Шарашит вода постоянно, и тебе, короче, на бушку, елка, копай. Безобразие какое-то. Не могли кого-нибудь в бок отвезти, что ли? Короче, отворачиваем термостат. Итак, дорогие мои хорошие телезрителя. Клюха, то есть люксген, вот он стоит. Оказался коварный. И для того, чтобы снять термостат, вам нужно... Это очко. Очко, очки и тапочки, так сказать. Потому что... Потому. Все очень просто. А у термостата есть крючка термостата. Я вот вам сейчас видосик вставлю такой небольшой, и буду на нем поискать. У термостата есть крючка термостата, которая крепится двумя винтами, которые, ну, в принципе, двумя болтами М6-ми, вот, под головку на 10, в принципе, не очень сложно снимается после того, как вы сняли вот этот вот козырек сраный, который я до этого показывал, металлический, который нафиг там нужен, непонятно. Так вот. Вы его сняли, и как бы этот козырек, вам в доступе термостата такие, ну, тут все как бы изи, ее мое, детка. Вот. И открутили два болта М6-х крышки термостата, и пытаетесь это дело все снять, оно не снимается. Потому что за поддержкой турбины, которая смотрит вверху, которая вверху болт один, и два болта снизу, такие по косому сделанные, так вот один болт снизу вы открутить сможете, а второй болт не сможете, потому что он закрыт правильно угловым редуктором. Вот. А за вот этим вот кронштейном как раз находится болт, который держит трубу приемную, которая вставляется в корпус термостата. И для того, чтобы все это дело разобрать, нужно снять угловой редуктор. Фигня делов-то, е-мое. Надо только начать и кончить. Вообще, вот изи, е-мое. Надо, то есть, вынуть палку правую, вывесить тачку, открутить кардан, открутить угловой редуктор. Возможно, его можно как-то просто приопустить, допустим. Вот. И после этого выкрутить нижний болт в поддержке выпускного коллектора по ножу турбины. и после этого вам откроется доступ к болтам или гайкам, я не понимаю, я не рассмотрел. Скорее всего, это болтик там М6 под головку на 10, которую вы открутите, и тогда вся вот эта вот приемная труба, алюминиевая, она достанется. Почему надо достать трубу, а не просто снять кронштейн термостата? Потому что мануал нам гласит о том, что расположите термостат сергою вверх, да, оденьте крышку термостата и закрутите два болта М6 с усилием 8-10 ньютон-метров, да, ну, как бы, ну, все очень просто же, все изи. Вот вообще, вот, китайский автопром огонь. После чего возьмите приемную трубу, резинку, смочите, антифризом, либо мыльным раствором и вставьте ее в корпус термостата, после чего затяните винтом, который держит эту трубу, приемную, двумя болтами, точнее, вот, к блоку двигателя. Ну, чтобы снять вот второй болтик, который держит ее к блоку двигателя, нужно снять угловой редуктор. Фигня, делов-то, е-мое. Попытка снять термостат на люксген U7 Turbo неуспешная. Поэтому, если вы задумали поменять термостат, то, ребята, вас ждет незабываемый открутить и открутил. Руки себе все поцарапал, пальцы все себе позбивал, короче, это капец какой-то. Клюха меня прямо надо мной издевается. Так еще расположен мотор, так все так классно. С другой стороны, если бы китайцы, индонезейцы, корейцы, малазийцы, их хер бы с ней, если бы они подумали бы своей черепушечкой о том, как дальше эксплуатировать, как дальше прозвить ремонтной работы, а вот этот вот кронштейн на вот этой вот трубе, которая оставляется в корпусе мастата, он бы не смотрел бы вниз, он бы смотрел бы вверх, наверху место огонь. Там есть даже куда закрутить болт. Почему там не расположить кронштейн, история об этом умалчивается. Так что отдавайте машину в сервис, пускай там ребята мучаются. Ну, а вы, если вы и сервисы, ребята, и к вам приехала вот такая вот клюха, шлите нахер клиента со своей китайчиной, пускай свой китайский автопроб делает правильно в Китае, а у нас надо делать японский, немецкий, хотя немецкий тоже, там, да и вы у всех короче, приколы, ну вот как поменять термостат, термостат, что может быть проще, как из этой ситуации можно выйти, забить болт, продать тачку, офигенный вариант, по-моему, второе, если бы на производителе бы подумал бы черепушечкой своей и перенес бы термостат из жопы мира на блоке двигателя на трубе бы сюда бы вперед бы, даже переносить его не надо, просто перенесите кронштейн снизу трубы наверх и найдите ему там место, куда его закрутят, чтобы его можно было откручивать, сделайте не там, не за вот этим кронштейном, который его держит, а чуть-чуть подальше, я не знаю, вариантов же ведь, тьма просто, просто, как говна за баней, его одевать некуда же, но китайцы решили, что самый классный вариант будет вот такой, поэтому, чтобы поменять термостат на У7 Курбалюксген, нужно снять угловой редуктор, кто не согласен, пишите в комментарии, обсудим, комментарии по типу там, а типа лошара, е-мое, надо было вот так, там все совсем по-другому, надо было в глушах дуть, не принимаются, данные пользователи будут баниться, комментарии будут удаляться, вот, поэтому, если вы знаете, как реально поменять, вы можете рассказать и сделать это, показать, допустим, на видео, не высти просить, пожалуйста, оставляйте комменты, пишите, как вы это легко и просто сделали, либо, если у вас есть ссылки на какой-то материал, как там чувак в подробностях описал все, допустим, на Drive двору, нету ни одной записи, кстати, как он поменял термостат, вот, то, пожалуйста, пишите комменты, обсудим, мне очень интересно, потому что эта тачка находится у меня на кузне, мне надо поменять на ней термостат, потому что термостат куплен, тамовский, хороший, термостат, жапонский, вот, ну, японский, вот, и его надо поменять. я не очень уверен, что всему виной термостат, но это не отменяет всего факта, что его поменять надо, потому что клиент хочет поменять, значит, мы делаем что? Мы делаем так, как нам не лить клиента, а нам надо поменять термостат. Так вот, если вы знаете, как это сделать, пожалуйста, давайте, ссылки на материалы, аргументированный спорт, туда-сюда, вот это вот все, люкс-гена, он прикольнее, а на этом все, я пошел собирать эту корчалыгу обратно, где какие болты были, я уже не помню, вот, ну, что-нибудь придумал обязательно, что я откручивал, что я закручивал, я уже тоже не помню, надеюсь, все уплотнители остались целые и ничего нигде не потечет. Всем удачи и пока!